Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 807. События дня. Псалом 33.19. Близок Господь к сокрушенным сердцам и смиренным духом спасет. Это за 28-е. А почему у меня за 28-е? Это выходит, тут тогда неправильно. 288 надо. Вот приехала женщина так. Ну, понятно, что женская природа такая, что ей на ней нужна власть. А власти нету, полков нету. Их так приучили. Их зато закон. А вот она наденет поток. Вот так. Видите, включилась как. Сразу заметил ошибку, потому что не перенес. Ну и дальше. Притча, читай. Притча 22.10. Прогони кощунника и удалится раздор. И прекратятся ссора и брань. Как меня вы... Почему? Вот у вас там потеряевки сейчас такой человек. Да вы бы воспитывали, а вы хотите, чтобы его не было воспитывать. Интересно. Ну, возьми и воспитай. Возьми и воспитай. Когда человек денно и ночь подкапывается, всякую пакость есть, он не вылазит с помойки, блевотиной давится. И как я вам скажу? У него воля есть. Арестовать нельзя. Никак еще. И он с помойки не вылазит. День и ночь в ней лежит. Лежит. Ну, как можно? Спасти бомжа. Мы пытались помочь, а он никак. Он говорит, мне это нравится. Отойдите от меня. Свободу и Бог не отнимает. А вы отнимаете. Свободу Бог не отнимает. Это ему Бог дал право на помойке сдохнуть, как псу смердящему. Иисус Новин. 11 глава, 20 стих. Ибо от Господа было то, что они ожесточили сердце свое и войною встречали Израиля, для того, чтобы преданы были заклятию и чтобы не было им помилования, но чтобы истреблены были так, как повелел Господь Моисею. Вот причина-то какая. Господь их ожесточает, чтобы была причина против них начать воевать. Они же ожесточаются за дела их, пока не истребит Господь. Это ничего нельзя сделать им. Татьяна Акинина. Здравствуйте. Я нуждаюсь в вашем совете. Меня зовут Илья, мне 17 лет. У меня такая вот беда. Мать начала часто выпивать, с этим самым у нее началось агрессивное поведение. Когда она выпьет, то она начинает всячески унижать и оскорблять меня и мою девушку. Его девушку, ему 17 лет, и у него девушку, и мать начинает его оскорблять. Я не знаю, что с этим делать после такого, и не хочется жить, и чтобы жила она. Очень обидно слова цитировать, нету смысла. Что мне делать в такой ситуации? Как мне обратиться к Христу, чтобы Он услышал и помог мне? Я каждый день перед сном молюсь и произношу молитву Отче наш. Помогите мне, как быть и как лучше поступить. У меня к ней после таких слов большая ненависть. Заранее спасибо и с первым днем весны. Это я уже убрал кое-что, ошибок-то сколько налепил. В 17 лет приводят домой кого-то. Какая девушка? Если ты приводишь домой, зачем кино смотреть? Какая она девушка-то? Ты узнаешь хорошенько-то, и мать заботится о тебе. Приводят домой, даже нужды никакой нет. Где это видано? То мусульман за 1300 лет ни одного не было случая такого. Никто это не знает. Игла. Выходите вместе с мамой по скайпу, и тогда поговорим. Без мамы больше не пишите. Не искушайтесь. А что с ним говорить? Мать-то скажет другие слова. Все, заглох, и дальше нигде нет. Как будто ничего и не было. Ну, то провоцирует. Юрий Соболев. Мир вам, Игнат Тихонович. Вот теперь я знаю, как правильно охарактеризовать ваши проповеди. Пророческие. И теперь нашел название тому феномену, который неоднократно возникал у меня при прослушивании ваших проповедей и при общении с вами в переписке в скайпе. Сейчас приведу стенограмму занятия отца Геннадия Фаста на 1 Коринфе на 12 главу 30.10.2016 года, где на его словах хочется многократно сказать «Аминь». Купюр почти нет. В нескольких местах лишь для связности текста. Кавычки открыты. Пророк редко говорит о будущем. Чаще всего он говорит о настоящем. Он открывает человеку его душу, состояние. Пророчествующие в церкви говорят, а как-то себя узнает. Как-то? А кто-то узнает, а кто-то себя узнает. Человек зашел, а о нем тут говорят. Причем тот, кто говорит и знать не знает про того. Кстати, такое в наше время бывает в проповеди и очень часто причем. Дар пророчества с даром проповеди перекликается, переливается незаметно один в другой. Многие через проповедь обличаются. Многие говорят, вот я хотел батюшку спросить. Проповедь прослушал, а уже и спрашивать нечего. А священник говорил вообще на какую-то тему. И это явление нередко происходит в наше время. Свидетельств тому достаточно много. Апостол Павел говорит, священнодействие – благовестие. Некоторые думают, что священнодействие – это таинство только. Вот когда ходим со свечой там, вот вроде это священнодействие. А проповедь как антракт. Надо паузу заткнуть, пусть он там поговорит. Так вот проповедь – это и есть священнодействие. Это не так. Вот было священнодействие. А теперь проповедь – это так. Ее даже вынесли за скобки, стали говорить после службы. Словно она и не составная часть службы. А она – кульминационная часть службы. Так вот проповедь – это и есть священнодействие. А потом, а на самом деле это не так, люди понимают. Вот было священнодействие, да, причащались. А теперь проповедь – это так. Ее даже вынесли за скобки. Отношение к проповеди – это какое. И вот появился новый человек – Василий. Спасибо за желание добра, Инга. Почему-то у него бука «Е», везде в «Е» превращено. Это у него там что-то неладно. Напишите мне и поговорим. И Вашингтон, Василий вчера. Да, поговорим, кто. Она там такую пакость пишет, но не она, это, говорит, роботы пишут. И как называется, Манкуртовна. Да-то я такого не встречал. То есть она, сатана даже не скрывает, что она от сатаны. И она в Велизеуловна. И он все равно с ней поговорит. К нам ты пришел 30 лет тоже, болтался везде, говорит, по помойкам по-разному. Теперь тебе есть возможность, это я как бы Василию говорю, ну зачем теперь, только с нами познакомился, и увидел, что она говорит плохо, сразу вас отдает. Выходи со мной, мы там с тобой поговорим. Поневолею человек думает-то. Тебе такое сокровище, Василий, здесь открыто. И ты с первой минуты сразу куда-то опять лезешь. То есть запахом этим ты уже сам себя отравляешь. Навык есть. А может я ее обратить хотел. Кого ты обратишь? Сначала сам обратись, обращающий. Дальше Василий пишет, что? Р.М. Василий, если вы открыто поддержите наших врагов, зачем тогда вам находиться на наших занятиях? Вот так. Это ему уже кто-то отвечает. Может быть даже Сергей. Либо вы слушаете и молчите до времени, либо расстаемся. Выбор за вами. Если я с этого времени увижу, хотя один ваш пост в чате, значит вы выбрали второе. И я вас заблокирую. Ну это значит Сергей, говорит Купков. Ну зачем же ты? Ты сам показал. Вот зашел какой-то рваный там человек, пьяный, весь в дерьме, буквально выложенный. И ты сидишь за столом где-то в президиуме, тебя пригласили по присутствию. И ты сразу вышел к нему, идешь обниматься и пошел. Это твой выбор. Сразу указание. Больше не запускай его. Зачем он нужен? Ты пропитываешься этой вонью. Сколько ты шарился там везде за эти 30-то лет и никому не пристал. Сотний момент. Ты можешь обратиться, спасти душу. Нет. Только появился человек враждебный нам, ты сразу ему назначаешь аудиенцию. Еще главное, недовольный. Это очень удивительно. Деяние 13 глава, 10 стих. Это он ему пишет, это Сергей. Сказал. О, исполненный всякого коварства и всякого злодейства, сын дьявола, враг всякой правды, перестанешь ли ты совращать с прямых путей Господних? То есть, он, Василий считает, что я ничего не сделал, а вот мне так говорят, это, ну, грубый народ. Василий. Видит ли, Сергей, я не знал, что Инга ваш враг. Да, никого нету, посмотри. Манкуртовна. Манкурты кто? Ну, заряди и посмотри. Щенгиль Зайтматов запустил это. Специальная шапочка натягивается из кожи, там, у плененных когда. И они там из 300 человек, может быть, 10 живые только остаются. Она прирастает. У него все отшиблено. Человек не знает ни родных, ни близких, ни разговоров, ничего не знает. Раб. И вы, ну, посмотри, Марку, Манкурт там, это, ну, это не имя же, такого нет. Манкурт это идиот, зомби. Я хотел просто поговорить с человеком. Может, я хотел защищать Игнать Тихонович? Я не просил этого, меня защищать не надо, вы меня даже не знаете еще. Согласитесь, вы же не знали, о чем я хотел говорить. Ну, ты вышел из-за стола, где тебя пригласили, и видишь, зловонный, даже улицу заражает он идет, облепленный мухами. И сапоги весь выможены, вызваны в дерьме, и вы к нему сразу идете встали. Ну, я садился, что это родня твоя. У нас в лагере вот дети бывают непослушные, из деревни один только пришел, и детей не знает этих. Но он мгновенно его вычисляет этого непослушного, садится рядом и начинает разговаривать. Странно мне читать ваше послание, что я поддерживаю ваших врагов, хотя Инга меня передостерегала в обратном, что я поддерживаю Лапкина. Ну, это у них практика такая, он говорит тебя, затягивает. Это роботы, когда они видят в роботе что-то есть, они дальше подставляют свои слова. И, наконец, я же только пытался с вами познакомиться, и только. Не подписывался под вашими правилами. Видишь, уже дальше говорят. Не подписывался. Ну, ты же видел, какие правила. Зачем ты к нам тогда заходил? Ну, ты видишь, какие люди. Не подписывался. Да каждый раз ты будешь говорить, а я не подписывался. А не подписывался, так иди гуляй. Зачем нам нужно это? Все, за каждым шагом вашим следить. Не обещал вам, что буду молчать до того, как вы мне позволите говорить, как вы пишете. Не обещал, что будешь молчать, а ты сказать еще ничего не знаешь. Ты не православный и не баптист даже. То есть никому нигде не примкнул. Как раз говорю, это кота в мешке держать. И мне кажется, что вам невыгодно меня заблокировать сейчас, когда люди увидят, что я ни в чем не виноват. Видишь, даже понимаешь и считают, что я ни в чем не виноват. Ну, там же сказали, вот они, как говорят, там Тропко выставил ее и показывает. Злодеи, то есть, которые они нанимают, деньги платят за это, теперь уже известно. Это все подкупленное. А я не виноват. Ну, не виноват. Разве что они настолько заблокированы, что не увидят очевидного. И это уж слишком вы написали. Сын дьявола, враг всякой неправды. Вам надо просто признать свою ошибку. Враг всякой неправды. Враг всякой правды. Вот смотри, давай, прочитаем снова. Враг всякой правды. Вот это у Никиты было, где нет, нет, он подставляет. А где не есть, он и выбрасывает. Теперь считать. Вон там. Вот. Враг всякой правды. Вон, вон, вон. Вот он, да? Вот неправда. А откуда он взял это? Откуда у него не это выскочило? Ну откуда? Когда рядом тут совсем-то враг, сын дьявола, ну дьявол вот он впереди тебя и подсунул, враг всякой неправды. Вам надо просто признать свою ошибку, и будем дружить. Он уже диктует условия. Куда ж годится? Только пришел и признать уже ошибку на колени передо мной, но вот такой ты есть и нигде ничего не найдешь. Это уже метка на вас. Но шансов мало, конечно. Да благосыт вас любящий миловать Христос. Ну господь любящий миловать, это надо понимать еще дальше. Игнатий Лапкин. Евгений, если вы говорите про эту Ингу, то там целая группа ревнителей преисподней. Ревнителей? Как попасть в преисподний? Это я отвечаю. Это Олег Сват, Томская епархия и радио их, где собираются по фамилии СД. Так начинаются их имена и фамилии, то есть Стана и Дьявол. Сатана и Дьявол. Один из океана даже в их группу входит. Этот особенно лютовал в прошлые годы. Но или заболел смертельно, или в попы подался, и вышел на меня, и стал кривляться, как бы прося прощения. Они почти всегда, когда говорят, не сидят о разваливших кресле или на кровати. Богохульствуют. Матфея 23.15. Горе вам, книжники и фарисеи лицемеры, что обходите море и сушу, дабы обратить хотя одного. И когда это случится, делайте его сыном гиены, вдвоем худшим вас. Из-за океана лезут тут, откуда они там, с Австралии, с Америки. Безразмерно жирные есть среди них, как вепри дикие, нападающие на учения Святой Троицы и иные пакости творящие. Третья ездра, 15 глава, 30 стих. Выйдут, как вепри из леса. Это потомки в духовном плане. А тамалика добивает ослабевших пути. Вы знаете, кто у нас есть, это уже точно на 100%. В Трозаконе 25.17. Помни, как поступил с тобой Амалик на пути, когда вышли из Египта. То есть помни, с израильтянами, когда шли, это же много людей, может 5 миллионов. Как он встретил тебя на пути и побил сзади тебя всех ослабевших. Когда ты устал и утомился, и не побоялся он Бога. Женщина с ребенком там осталась, тут она двор, они тут же стрелой его убивали. Амалик. Итак, когда Господь Бог твой успокоит тебя от всех врагов твоих со всех сторон, на земле, которую Господь Бог твой дает тебе в удел, чтобы овладеть ею, изгладь память Амалика из Поднебесной не забудь. То есть как поднимешься на ноги, все, потом пойдите в одно и истребите его, в печь, холокостом устройте. Все. Игнатий Лапкин. В этих бессогонных группах раньше не было женщин. Так что это вполне может быть мужчина. Один из них был в Потеряевке. Разрушитель чужих семей. Прелюбодей ненасытный. У демонов нет имени. Иов 30 глава 8 стих. Люди отвержены, люди без имени, а три без земли. Интересно как. Без имени. Нет у них имени. Они ники, разные аватары. 1 Фессалонкидсам 2.16. Которые препятствуют нам говорить язычникам, что вы спаслись, и через это всегда наполняют меру грехов своих, но приближается на них гнев до конца. Они обречены. 2 Фессалонкидсам 2.10. И со всяким неправильным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения. И вот я переписку беру, ну, что когда где-то там, можно не поверить, это живые люди. Она вышла на меня вчера, мы поговорили, я уже выставил ролик ее, усатая, интересная женщина, усатая. Видимо, мужчине давали фамилию эту, они подумали об этом, что женщины-то тоже могут эту фамилию потом унаследовать. Наталья Усатая, мир вам, отец Игнатий. Если вы можете здесь, в скайпе, вышлите мне проповеди все 60 о молитве Царю Небесной. Это моя любимая молитва, очень помогла в жизни. А я только из ваших роликов узнала, какое большое значение имеет. Спаси Христос. Игнатий Лапкин, высылать нечего, где-то это хранится на кассетах, не оцифровано. Да и все ли еще неизвестно. Отец Игнатий, все-таки я уговорила мужа, чтобы мне разрешить приехать и креститься у вас. Прямым текстом сказал ему, желая принять крещение только у вас, я могу осуществить. И чтобы он мне купил билет. Он сразу сказал, хорошо, на две недели, ни с кем детей оставить, а вы разрешаете мне приехать? Если да, то я пойду здесь в фирмы и узнаю все о рейсе, на когда есть и сколько стоит, и куплю билет. Вы можете выйти в скайп, чтобы точно договориться, что и как, и что с собой взять. Ну я ролик составил, вот так называется, как приготовиться к окрещению истинному и приехать к 8 июлю 18 года. Наталья Усатая. Здесь... Изыды, ну изыды называют, нация такая, язычники. И ливанцы, и арабы, и немцы, и другие национальности, везде в метро-супермаркетах, на вокзале раздобыт Новый Завет, Синодаль, на всех языках. Правда, это сектанты, но один Господь знает, может через них и одна душа обратиться. Хороший пример для нас, они не стесняются во все горло кричать об Иисусе Христе, и даже спор с мусульманами ведут и доказывают им, что Аллах не есть Бог, а одна ложь. Евгений Трапко. Он показывает, где они, я себя уже посмотрел. Красивый клип мог бы получиться по-настоящему православный христианский, если бы мужчины там все были с бородами, особо те, которые поют так торжественно. И женщины певчие, и другие окружающие. Если бы были покрыты и в платьях до полу, как бы выглядело красиво. Ну, как представь, к нам приехали баптисты, если бы они с бородами были, они бритые. Посмотреть даже безобразие. А так пение очень красивое. В арабском языке чувствуется воинственный дух. Язык сам по себе такой твердый. Там в ролике попала в кадр одна женщина-мусульманка, покрытая по форме. Если бы все женщины там были такие в ролике, да и тем более, если они себя считают христианами. Да еще так торжественно поют о воскресении Христа. Бейрут. Пасха 2011 год. Арабы-христиане поют. Христос воскрес. Иисус. Так. То, что они поют, это древний православный гимн воскресения Христа. Христос воскресе из мертвых. Смертью сметь поправ. Исущему гробе живот даровав. Поют по-арабски. Алма-сих кам. В середине по-гречески Христос Анести. Дословно с арабского Мессия воскрес. Наталья Усатая. Мир всем. Я каждый день этот ролик слушаю. Очень захватывает прям за душу. Вообще песнопение на арабском, но мелодия греческая очень красивая. А особенно, когда понимаешь, о чем поют. Они все так одеваются. Но в вере во Христа они твердо хранят. Ну и дальше эти ролики дали. Можем посмотреть. Евгений Трабко. Я вообразил себе картину. Если бы там мужчины были с бородами и женщины покрытые и одетые по форме, ух бы какой клип получился. Я с арабами в Израиле тесно живу. Работаю с ними, часто пересекаюсь. Хочу вообще взяться за арабский язык. И выучить его. Тем более, вот она, практика разговорная рядом. Когда с арабами часто пересекаюсь по работе. Бывало на работе арабы с добрым утром. По-арабски приветствовались со мной. Сабах Али Хир. Ну и я в ответку тоже говорю. Сабах Али Хир. Доброе утро. А если бы еще мог бы с ними диалог на арабском дальше вести дальше. А так разговаривать с ними только на еврите, еврейском языке. Наталья Усатая. Не теряйте шанс. Я тоже сейчас взялась за арабский. И немецкий, и греческий в полную. Какая. Вы им говорите, чтобы они с вами по-арабски говорили. Он быстро учится. Если вы начнете им отвечать, даже если с ошибками, они хороших людей ценят и не премерегают ими. Даже если что и случится в жизни, и будет нужно помочь, они сразу помогут. Есть хорошая программа, которая учат писать и говорить. У меня арабский не халдейский, а больше мусульманский, поэтому решилась тоже его выучить. Арабский как английский. Куда ни повернись, везде слышна эта речь. Евгений Трабко. Я слышал такое, что арабы очень ценят, когда ты знаешь их язык и можешь с ними общаться на их родном языке. Поэтому, чтобы приобретать арабов для Христа и для православия, надо учить и знать арабский язык. Надо уметь читать Коран на арабском. Так откроется свободный путь для благовестия в арабской среде. А греки, хоть и Грецию относят к Европе, они все же ближе уже сюда, к Ближнему Востоку. Послушайте византийское пение, греческое. Оно же явно носит восточный оттенок. Вот, например, чему не восточное пение. Наталья Усатая. Да, я только слушаю византийское песнопение. Очень красивые. Даже не понимая языка, душу затрагивают. Их нужно приглашать к себе в гости за чашкой кофе или маленького столика. Им сказать, что вы христианин православный. Лучше, если дома при входе висела икона Спасителя нашего. Они очень это ценят, гостеприимство. Так потихоньку, не сразу. Можно ей рассказать особенно, как вы уверовали. Возьмите пример отца Игнатия, где он говорит с Самирой и Мулой. Не говорите об их книге и их боге, иначе будет провал. Только о Библии и жертве Христа. Да. Хорошо. Если это бедная семья, то чем-то им помогать, они и глупые поймут, что христианство это никаким, как они видят у храма людей. Надо на своем примере показывать, а на других не надо смотреть. Только при приветствии с добрым утром в ответ говорят Сабаха-эль-Нур, то есть с рассветом дня. Вот так, Евгений Тарапко. Ну, как интересно, в арабском языке дважды фраза не повторяется. Ассалям алейкум. Эту фразу не повторяют в ответ. А говорят в алейкум ассалям. Получается так, мир вам, а в ответ и вам мир. Все. Наталья, надо срочно браться за арабский язык. Доброе утро, а в ответ с рассветом дня. Фраза не повторяется дважды. Я пока что с мусульманами-арабами не спешил сдружиться. А вот арабов-христиан среди своих друзей хотел бы иметь. Сразу на контакт с мусульманами не надо спешить. Надо быть к этому готовым благорестовать мусульманам. Вот это уже практика конкретная. Люди живые. Наталья Усатая. Я дружу с арабами, христианами. Слава Иисусу Христу. Аллилуйя. Во славу Божию. Я дружу с арабами, христианами. И я не говорю никому, мир вам. Это не тот мир, который у нас. Это согласие с их миром. Когда изучаешь и говоришь вживую, не одно и то же. Не все имеют высшее образование. Вместо мир вам я говорю просто. Мех, хаба. И все. Если говорить мир вам, то посчитают за их брата-мусульманина. Успеха да поможет Господь наш. Вот дальше. Вот так выглядят и повторяются. Даже по-арабски как? А вот по-арабски. Евгений Трабко. Лучше сдружиться с арабами, христианами и через них узнавать арабов-мусульман. Арабам-христианам виднее своих мусульманских собратьев по крови. Но чужих по вере. Все-таки мое стремление сейчас войти в христианский арабский мир и породниться с арабами и христианами. Во-первых, иметь друзей православных арабов-христиан, с кем можно было бы и на литургии вместе молиться и причащаться за новенькие чаши. Наталья Усатая. У моего мужа только его семья. А так и он их не любит. Даже мне говорит, оберегайтесь от них. Они очень лицемерны. Поэтому и дружим с христианами. Тут у меня есть церковь сирийская, антихарихийская. Как назло холодно и по воскресеньям не едут автобусы. Сейчас чуть потеплеет. Можно будет поехать и на велосипеде. У них есть школа. Дети изучают писание. Одеваются на литургию в юбках и платках. Бывают в штанах и накрашены. Но редко один-две женщины. Но не знаю, что за моду у них. Золото много на себе носят. И крест на теле снаружи одежды. Мощей нет у них. Как-то они не очень с этим. Слава Христу. Не то, что у нас. А если есть, то все тело не отпилит кусочки. Мне с ними намного легче, чем с нашими русскими прихожанами из нашей церкви. Как-то арабы были более совестные, чем наши. Евгений, а христиане из Ливана вам не встречались? Они тоже хорошие люди. Мне тут нет. Мне тут нет. В основном ливанцы, мусульмане. Очень их много. Тоже я с ними не очень. И они с христианами не очень тут ладят. Вот так. Слава Христу за все. И самое главное. Не совершают блуд, то есть половые связи в незаконном браке. Правильно? Вот это все, насколько рассказала. И вот наши ресурсы посмотреть. Это мой мир. Вот он как выглядит. Я в шапке. Тут можно переписывать все удобно. Книги заказывать все это. И вот наш православный форум. 1600 тем. Богатый-богатый. Я тут много времени проводил раньше. Много. А сейчас вот только заглядываю. И все. Ну и... Это надо еще посмотреть. Где тут у нас? Я отдельно сейчас вытащу. Наш видеоканал. О! Ну, значит, и его и нету. Это-то, что ж такое-то. Который раз уже там. Ну-ка, нажми. Четыре минуты оно выглядит. Интересно. Вот все время выключается. Модем уже пять раз сегодня выключить пришлось. Она дальше зайдет. Ну, пока еще можно, что можно показать. Показать-то никак не покажешь сейчас. Вопросы? Вопросы. Вопросы сейчас конкретно. Вопросы. У меня одиннадцатая тут тема. Пятьдесят пять папок. Показать никак нельзя. Так. Я по одному буду вытаскивать, а ты их отзвучивай. Вопрос тысяча восьмидесятый. Третий том открытым оком. Как победить тяжелый порог малодушия? Ответ. Малодушие происходит от трусости, от недоверия Богу, от самонадеяния. Премудрость Соломона 17.11. Страх есть нечто иное, как решение помощи от рассудования. Нечто. А почему ты решился, что нечто? Виноват. Страх есть нечто иное, как решение помощи от рассудка. А может быть, страх есть нечто иное? Не знаю. Вот так. Притча 22.13. Ленивец говорит. Лев на улице, посреди площади убьют меня. Исход 6 глава 9 стих. Моисей пересказал это сынам Израилевым. Но они не послушали Моисея по малодушию, и тяжести работ. Число 21.4. От горы Ор отправились они путем Черного моря, чтобы миновать землю и дома. И стал малодушевствовать народ на пути. Видишь, как опасно. Второзаконие 20 глава 8 стих. И еще объявят надзиратели народу и скажут, кто боязлив и малодушен, тот пусть идет и возвратится в дом свой, дабы он не сделал робкими сердца братьев его, как его сердце. Ивов 21.4. В военное время человек сам себя определял. А я боюсь, не боишься и не ходи. Разве к человеку речь моя? Как же мне и не малодушевствовать? Иеремия 1.17. А ты припаяшь чресла твои, и встань, и скажи им все, что я повелю тебе. Не малодушевствуй перед ними, чтобы я не поразил тебя в глазах их. Вот так. Боится человек, как правило, бояться. Боятся и пископа, то, и другое. Господь, я-то поражу тебя, и все на этом. 1 Финсалайкицам 5.14. Умоляем также вас, братья, вразумляйте бесчинных, утешайте малодушных, поддерживайте слабых, будьте долготерпеливы ко всем. Иудив, 8 глава, 9 стих. Услышал она о дурных речах народа против начальника, потому что они малодушевствовали по причине оскудения воды. Услышал Иудив и о всех словах, которые сказал им Озия, как он поклялся им через пять дней сдать город Осириянам. Сирахова, 4 глава, 9 стих. Спасай обижаемого от руки обижающего, и не будь малодушен, когда судишь. Сирахова, 7.10. Не малодушевствуй в молитве твоей, и не пренебрегай подавать милостыню. То есть, не малодушевство, что значит? Ну, ничего, ничего, молодушевство, пятится назад, я боюсь, я боюсь, отойди от него, он ничего не сделает. То есть, не имеет дерзновения просить молитвы, да? Ну, просто тросит, он боится всего. Это люди, они заражают других. Нет, именно в молитве написано, в молитве не малодушевство. Ты просишь, значит, а что просить-то я не выполню? А ты попроси, Господи, благослови меня выйти на эту битву. Не малодушевство, и Господь благословит. А то он такой, вокруг него там собралось много людей. Ну, Господь где? Там надо быть. Вот все те девять мест о малодушии, какие встречаются в Библии. Внимательно пересчитайте их. Перечитайте их. И все они говорят о том, что малодушные люди действуют крайне отрицательно на остальных. Малодушие порождает трусость и боязливость. Это ее законные дети. Сирахова 2 глава 12 стих. Горе сердцам боязливым, и рукам ослабленным, и грешнику, ходящим по двум стезям. Сирахова 22.20. Так боязливое сердце при глупом размышлении не устоит против страха. Марка 4.40. При глупом размышлении. Глупо, он совсем неправильно рассуждает-то. И сказал им, что вы так боязливы, как у вас нет веры. Откровение 20... Я думаю, не так ты считаешь. И сказал им, что вы так боязливы, как будто у вас веры нет. Вот какой смысл-то. Второй вопрос, как у вас нет веры. Смысл-то о чем? Сказал, вы боязливы, причина какая, как будто вы совсем не веруешь. И что вы боитесь-то? А ты другой смысл, интонация, заложил. Как, у вас нет веры? Вот и вопрос, вот как поставил. Нет, я не это хотел. Ну, давай, читай снова. И сказал им, что вы так боязливы, как у вас нет веры. Ну, ладно, пошли дальше. Откровение 21.8. Откровение 21.8. Боязливых же неверных, и скверных, и убийц, и любодеев, и чародеев, и идолослужителей, и всех лжецов, участь в озере горящим огнем и серой. Эта смерть вторая. У боязливых нет веры в Бога, и ни один из них не войдет в Царствие Божие. Как будто у вас веры нет, как будто у вас веры нет, вот смысл-то какой-то, вот отсюда и идет. Молодых охотничьих собак притравливают на медведя, выращенного в неволе, безрассудно бросившуюся на Топтыгина, сразу же растерзанный им. А смело хватает его, за штаны в кавычках, и не дает ему бежать, успевая вовремя отскочить. А боязливые прячутся за хозяина и повизгают от страха. Их сразу же после первого урока, как не сдавший экзамен, уводят в сторону и расстреливают. Молодушные действуют в заразительном вопросах веры. Сергеянство – это фабрика по выращиванию молодушных, готовых ради своей утробы заложить любого. Вот в чем его свердочечайная опасность. Ну, за такой вот пример, просчитал. Так, ну-ка, сколько у нас там, или еще вопрос взять? 35 минут уже. Ну, все, тогда на этом. Благодарю Бога. Считал у меня Володя Пащенко, вот он у меня здесь. Ну и слушатель благодарный, Надежда, что-то с глазами мучается. Сейчас будем голубей выпускать, кошку надо посадить. Ну-ка, иди, посади ее. Найди, где она там, включи свет. Потому что котенок, Паля-то, она шустрая стала уже, вылечилась. Паля! Где там? Ну, где? Нету? Там. Нашел, видишь как. Паля, пойдем, давай. Пойдем вниз. Сейчас ее поймает, потащит в погреб, иначе голубей выпустишь, а она за ними. Ну и все. И она только давнет, она быстро залазит туда, наверх, на и голуби такие боязливые. Вот они где! Идут! 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 Иди, давай, иди, иди, все. Так, фанера. Это, чтобы ветер не дул. И припереть палкой, иначе она головой открывает, чтобы не выпала палка. Теперь открывай здесь, иди, куда пошел. Пока эту просто в сторону убери, и в эту вытащи только потихоньку, и сразу отходи. Распечатай. Маленько ты, ну повернись, и спиной ты закрываешь, что ли, не догадываешься. Вот и все. Гуля, 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 гуля. Вот они. Гуля, 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 гуля. Вот они, все. Так, ну-ка, на комародье, подержи-ка. Сейчас я покажу, как я тут расправляюсь дальше. Держи. Так, мне надо это убрать, потому что их мешает. Так, иди, отдыхай, Надя, живу, сильно дома. Ищи все. Чтобы тебе не понравится среди нас. Вот у меня семечки тут. Смотри, какая сейчас делая. Вот открываю, она слышит. Вот. Это у меня бруски. Четыре бруска. Я вот так вот гаражу из них. И вот так вот. А зачем это? А вот смотри, для чего. Так. У меня фонарик. Так, сейчас я сюда. Ого! Он уже знает, что я за ним иду. Ого! Кто тут у меня? Гляди, какой. Какой уже большой-то. Ой, ой. Ну-ка. Ну-ка, давай. Я его приучаю так. Потом я буду кормить его. Он у меня будет здесь. Вот так я его сюда сажаю. Он не может вылезти через это. Все. Вот он распластался. Сейчас крылья подберет. Что-то пытается клевать. Нет, он еще не проглотит. Они его пережевывают и ему дают. Все на этом. Выключай. Развахстан. Сейчас. Продолжение следует...